Маленьких тагильчан В Москву на праздник отправятся 5 юных дарований Уже собирают вещи, завтра сядут в поезд За какие заслуги их позвали в столицу? Живая елка, выставка ретро-игрушек, борьба с карабасом-барабасом И спектакль про плохую козу, которая передумала и стала хорошей Как Нижнетагильский театр кукол готовится к новогодним праздникам? Слышите! С 20 декабря в Великий русский цирк Стеслава Запашного На арене Нижнетагильского цирка Силачи, фокусники, клоуны, воздушные гимнасты, акробаты и тигры Здравствуйте, в эфире Тагил ТВ, итоговый выпуск новостей Мои коллеги и я, Александр Мешков, готовы рассказать вам о событиях вторника Галиянка превращается в спортивный центр города Спортивно-оздоровительный комплекс в Парке Победы откроется на этой неделе ФОК на Уральском проспекте возводится в соответствии с графиком Сегодня на объектах побывал глава города Сергей Носов Подробности в сюжете Алексея Алексеева Срок строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на Уральском проспекте Необходимо сократить Задачу ставится в связи с тем, что уже в июле объект может посетить президент России Между тем, к монтажу сэндвич-панелей, которые по графику должны начаться, еще не приступили Подводят поставщики Впрочем, глава города не сомневается, что необходимый результат будет достигнут Графики объекта корректируем так, чтобы работа велась как положено И простою быть не должно В этом, в общем-то, залог успеха с точки зрения и сроков, и качества Бодрящие, нормальные темпы, те, которые полагаются, чтобы они были Особенно, если это касается поручений президента Открытие спортивно-оздоровительного комплекса в Парке Победы состоится сотня на день Игровой и тренажерный залы почти готовы принять физкультурников Строители обещают приложить максимум усилий, чтобы завершить оставшиеся в кратчайшие сроки До конца нерешенной остается проблема запуска бассейна Воду в него уже подают Только от расторопности ответственных за эксплуатацию зависит, когда в ней можно будет начать плавать Есть вопрос, называется, анализов воды Бак анализов душевых и так далее Это можно быстро сделать, если готовится сразу Сделать с первого раза, а не с третьего, как у нас обычно бывает Глава города рассчитывает, что в новогодние каникулы объект сможет работать с полной нагрузкой Алексей Алексеев, Вадим Усков, Егор Егошин, Новости, Тагил ТВ Еще один объект, работа над которым ведется по поручению главы государства Драматический театр Самая острая проблема здесь на сегодняшний день – приобретение светового и звукового оборудования Часть его уже закуплена Как быть с оставшейся из-за падения курса рубля, пока не ясно Самое сложное и тревожное остается закупка оборудования Потому что оно определяет так или иначе сроки пуска в эксплуатацию Но при этом контракт есть контракт, тяжело, не тяжело его нужно выполнять Со всем остальным будем разбираться, мы же взрослые люди Глава города против того, чтобы поставлялось оборудование худшее по характеристикам Или в меньшем объеме, чем предусмотрено контрактом Вопрос о возможной индексации его стоимости он обещал поставить перед полномочным представителем президента России в нашем округе Игорем Халманских Реконструкция и капитальный ремонт здания театра не отстают от графика Единственная заминка – кровля Сдать объект планируют в августе Единый центр оперативного реагирования появится в Нижнем Тагиле Он будет создан на базе единой дежурно-диспетчерской службы Центр объединит всю информацию о происшествиях, включая сферу ЖКХ И это не только видеофиксация нарушений, а также профилактика возможных угроз Это серьезное, скажем так, математическое обеспечение Или программное обеспечение взаимодействия различных модулей И каждого, скажем так, датчика, каждого прибора как единое целое ЕЦОР – это прежде всего мозги Благодаря камерам безопасного города С мая этого года было зафиксировано более 80 тысяч правонарушений Снизилось количество ДТП Об этом глава города сообщил заместителю председателя правительства России Дмитрию Рогозину Сегодня в Москве состоялось заседание комиссии по внедрению систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Свой доклад о реализации проекта мэр представил наравне с городами-миллионниками, такими как Санкт-Петербург и Казань Программа федеральная, но, как отмечалось сегодня на совещании, это вопрос и региональный, и муниципальный И эти механизмы, так же как и программное обеспечение, нужно предусматривать заранее, чтобы не сталкиваться с проблемой Установили в виде фиксации, а теперь на какие деньги это содержать Несмотря на отсутствие финансовой поддержки со стороны области, Тагил готов продемонстрировать новые возможности системы «Безопасный город» в сентябре 2015 года во время выставки вооружений Хулиганы расцепили два последних вагона электрички Нижний Тагил-Екатеринбург ЧП произошло сегодня утром возле электродепо, причем когда электропоезд ехал К счастью, пострадавших нет Вагоны, конечно, соединили, но в итоге пассажиры добрались до Екатеринбурга с опозданием на 54 минуты На движение других поездов этот случай не повлиял Капитальный ремонт, после которого нужен еще один Жители второго дома по улице Землячки жалуются на ТСЖ «Кравские развалины» Пять лет назад эта организация проводила там капремонт Почему от него не осталось и следа, на место выехала специальная комиссия и наша съемочная группа Во втором доме по улице Землячки она живет уже больше 30 лет Капитального ремонта ждала, как маны небесной Но сейчас мечтает все вернуть, как было Елена Рябкова устала терпеть запах сырости из подвала И круглогодично спасаться от нашествия комаров С дикими, уже давно одомашненными животными делить одну крышу над головой не готова Беспокоит подвал Подвал беспокоит комары Крысы, вот сейчас работы начались, вот такие крысы ходят Ходят, по улице ходят прямо Тараканы, все Так что меня вот это беспокоит Раньше в подвале было сухо, там хранили картошку Елена говорит, бывшее бомбоубежище жители приспособили для своих нужд Сегодня же от капитального ремонта не осталось и следа Вода стоит, стены сыпятся, крыша протекает, домофона нет Своими проблемами жители поделились с Сергеем Носовым Он приезжал сюда на прошлой неделе Состояние дома здесь, подвала, крыши Использование в том числе бюджетных денег Использование бюджетных денег управляющими компаниями Это касается, что подвала, что крыш Ремонта домов по федеральной программе Что благоустройство по программе тысячи дворов Специалисты установили, так называемый капитальный ремонт В рамках федеральной программы проводила ТСЖ «Графские развалины» в 2009 году В документах значится полная замена инженерных сетей Горячего холодного водоснабжения, канализации, электричества и ремонт кровли Части работ, утверждают жители, вовсе не было Теперь и их, и городские власти беспокоят, куда делись деньги И почему ремонт сделан некачественно Сегодня во второй дом по улице Землячки с проверкой выехала комиссия Предварительно пока еще мы должны проанализировать все цифры То, что часть работ выполнялась, видно Но в каком объеме действительно совпадает с этим Будем проверять, если будут несоответствия Значит будем обращаться к компетентным органам Для того, чтобы провели проверку и возбудили дело Анна Хабарова, Павел Охотников, Егор Егошин Новости Тагилт-В Санитарное состояние медучреждений города оставляет желать лучшего Специалисты Роспотребнадзора находят тому подтверждение в ходе плановых и внеплановых проверок больниц и поликлиник По их результатам выдаются предписания на устранение нарушений Виновники могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности У нас лечебно-профилактические учреждения все-таки нарушения имеют К ним должно быть все-таки особое внимание Не зря же придумываются у нас и составляются законодательно-санитарные правила, которые нужно соблюдать Больше всего претензий у Роспотребнадзора к внутренней отделке помещений лечебных учреждений Значительное их число требует ремонта Фиксируется недостаток бактерицидного оборудования Не соблюдаются правила утилизации медицинских отходов Кроме того, санитарная обработка кабинетов и палат зачастую проводится недолжным образом Бедработники могут не соблюдать графики обязательных осмотров и вакцинаций По словам специалистов, контрольные мероприятия приносят определенный положительный результат Маленьких тагильчан отправляют в Кремль Уже завтра поездом дети отправятся на новогоднюю елку в Москву За какие заслуги получили столичный подарок, расскажет Анна Хабарова Оформлением аквариумов Матвей Куделин занимается уже год Дома у пятиклассника живут рыбки, улитки, дафни и креветки Одну из своих творческих задумок решил показать на конкурсе юные исследователи природы Не прогадал и неожиданно для себя стал победителем Изюминка в нашем аквариуме, что это аквариум для любителей И там растения, рыбки со всего мира То есть там не только, например, из Африки или откуда-то еще А вот именно со всего мира С Мадагаскара, с Африки, с Южной Америки, это все там На проект эскизы оформления 20-литрового аквариума Матвей Куделин потратил чуть больше недели Дольше, говорит, ждал поставки особых рыбок и водорослей На станции юных натуралистов мальчик также заботится о птицах и насекомых Жуки и стрекозы его особенно заинтересовали Начинают готовить работу, а их гибели на дороге Вот мы с ним делаем эти работы Помимо этого он еще сам ставит свои собственные эксперименты Этого ему тоже мало У него еще планов громадье И идеями он просто фонтанирует Я даже вот иногда не успеваю за ним Егор Армаков тоже нашел свое увлечение С первого класса мальчик занимается в кружке робототехники Городского дворца детского и юношеского творчества Со своими умными машинами не просто играет Заставляет их выполнять команды Это конструктор лего Он конечно специальный, потому что тут и моторы, и контроллеры, и программирующиеся Но в обычных конструкторах лего этого нет Наравне со старшеклассниками Егор участвовал сначала в областном конкурсе Потенциал мальчика оценил его преподаватель Попали в категорию профи Робот школьника должен был сбивать резинками банки До победы не хватило лишь три штуки Стал бронзовым призером И главный судья соревнований пожал ему руку И сказал, что Егор, я считаю, что победил именно ты, морально Ну а то, что банки не упали, это не его вина А в ноябре Егор занял четвертое место уже на Всемирной олимпиаде по робототехнике За заслуги в творчестве мальчишки уже завтра отправятся на новогоднюю елку в Кремль Вместе с ними праздник разделят еще трое одаренных тагильских школьников А также дети военнослужащих и воспитанники детских домов Живая елка Если этого не сделать, Новый год не настанет Сейчас артисты театра репетируют интермедиу Буратино и тайны волшебных часов Отгадайте-ка загадки После приключения с Буратином, Альвиной и Дедом Морозом Детей ждет премьера Сказка в стихах «Коза Дереза» Спектакль «Коза Дереза» представляет собой бурную мелодраму с испытаниями, расставаниями, слезами, раскаянием и, конечно же, счастливым концом Все наверняка знают ее сюжет, когда жила-была вредная коза, которая хотела всех обхитрить, обмануть Но в итоге она поняла, что одной в этом большом огромном мире не выжить Самое главное в нашем жизни – это семья В спектакле используются так называемые куклы-мородки – веселые, старинные, очень подвижные, балаганные игрушки У нас тут еще ручки поднимаются Кукла на палке Над куклами работал екатеринбургский художник-постановщик А все костюмы в одиночку сшила Татьяна Стрелкова Их больше двадцати Это огромная работа, сделанная в короткий срок Два месяца Татьяна трудилась над ними, не покладая рук Костюмы уникальные Каждый со своим характером Каждому нужен особый подход Закройщинку-бортному надо ведь еще придумать, как воплотить идею художника в жизнь Вот, например, платье Мальвины Всякие такие есть фишечки и тонкости, чтобы вот рукавчик был пышный Здесь специальные шнуровки, чтобы зафиксировался Также Татьяна Стрелкова помогла оформить выставку ретро-игрушек из коллекции сотрудников театра С такими играли еще наши бабушки и дедушки Механический медведь с балайкой был сделан в 52-м году прошлого века Елка, спектакли, выставка, вся эта новогодняя программа Нижнетагильского театра кукол будет радовать взрослых и детей с 27 декабря Александр Мешков, Александр Штраух, Павел Соложнин, Новости Тагил-ТВ Впереди рождественские праздники По традиции канун Рождества это время добрых дел и акций милосердия О традициях православного праздника и деятельности епархии расскажет епископ Нижнетагильский Серовский Иннокентий Завтра он гость программы с собственной персоной В прямом эфире владыка ответит на ваши вопросы Сознать их можно по телефону редакции Программа выйдет в эфир 24 декабря в 20.00 Тагил-ТВ вновь дарит подарки Победителем конкурса на лучшую новость от телезрителя на этой неделе стал Евгений Шевелев Нашей телекомпанией он рассказал про подарки для жителей Донецкой и Луганской областей Украины Тагильчане отправили им очередную партию гуманитарной помощи Сбор провели представители гуманитарного батальона Новороссия и Центра военно-патриотического воспитания «Застава» РУС планирует доставить к Новому году За эту новость Евгений получает приз от спонсора рубрики сети магазинов «Медведь» Поздравляем вас с победой в конкурсе Дарим вам такой замечательный подарок от магазина «Медведь» Это набор алтайских бальзамов на травах Большое спасибо магазину «Медведь» за столь великолепный подарок Спасибо телекомпании Тагил-ТВ за то, что вы освещаете события города За то, что наша деятельность по сбору гуманитарной помощи для жителей Новороссии Стала доступна людям Люди обращаются благодаря вам Спасибо Такова была информационная картина дня За интересные новости Тагил-ТВ дарит подарки Звоните нам по телефону 419551 или пишите на сайте tagildefistv.ru Приз этой недели – сертификат на приобретение новогодних подарков на сумму 2000 рублей От спонсора рубрики студии праздника «Хэппи-дэй» Далее – новости спорта Самые яркие события года и ежедневные новости Обо всем расскажет Анна Хабарова Напомню, смотрите нас на круглосуточных каналах Тагил-ТВ в сетях МТС 41-я кнопка и Ростелеком 22-я кнопка Также нас смогут увидеть и абоненты IP-телевидения компании «Конвикс» Новости выходят в 23.00, 3 часа ночи, 7 утра и 12.30 До новых встреч! Рубрику представляет компания «Сенегорье» Обычная качалка нынче не в моде Им подавать турники и брусья Воркаут стал одной из самых популярных занятий среди молодежи Несмотря на это, ни в одной стране в официальный список видов спорта оно так и не вошло Организация «Стритворкаут» появилась в нашем городе лишь в этом году Любовью к уличной гимнастике всех заразил ее создатель Рустам Хайрулин Кругой год, несколько дней в неделю и в любую погоду он занимается со всеми желающими Сегодня их уже порядка полусотни В 2014-м легкоатлеты побывали на различных спортивных фестивалях Устраивали показательные выступления на слете отрядов мэра Показывали свое мастерство жителям пригорода Ездили на соревнования в Челябинск и Екатеринбург Индивидуальный силовой фристайл, выход силой на две руки, удержание уголка на время на перекладине Постепенно спортсмены начинают выходить на новый, более профессиональный уровень Очень высокий потенциал появился у детей, у детей, у молодежи Не только садим, у молодежи заинтересованность, у родителей И отдавать идеи в такой спорт, который очень доступен, развивающий Не только физически, но и морально И вообще в принципе, как дисциплины в городе начали больше узнать Которые вообще раньше не знали То есть не понимая, что воркаут думали просто антидийские слова, которые не имели другого значения Стремление юных спортсменов поддерживают и в мэрии В этом году для занятий воркаутом только в пределах города установили несколько десятков комплексов Старый Соболь принимает третий тур первенства России среди молодежных команд Он стартовал сегодня Соперники наших юных баскетболистов – сверстники из Нижнего Новгорода Мужская команда которого выступает в единой лиге ВТБ и вышла в топ-16 Евролиги Также в схватке за мяч с нашими баскетболистами сойдутся Спартак Приморья из Владивостока и Урал из Екатеринбурга Всего в первенстве детско-юношеской баскетбольной лиги примут участие 30 команд Белая полоса прервалась, спутник постигла неудача Бобры проиграли одному из принципиально важных соперников – Тюменскому Рубину Со счетом 4-1 наша команда завершает выездную серию игр Теперь болельщики ждут наших спортсменов домой Уже в эту пятницу, 26 декабря, во дворце ледового спорта Тагильская хоккейная дружина встретится с Зауральем Напомню, сегодня спутник находится на 15-й строчке турнирной таблицы На этом у меня все о главных спортивных событиях города Смотрите завтра в это же время Анна Хабарова, Егор Егошин, новости спорта Тагилтв Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» И вам доставят воду из экологически чистого источника Расположенного в заповедном уголке природы Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха Телефон службы доставки 40 1207 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова